Здарова, ребята! В этом видео речь пойдет про айфон 14. Раз в месяц я выпускаю подобное видео, в котором я собираю какие-то слухи, свои мысли касаемо новых айфончиков. Давайте опять же порассуждаем по поводу новых айфонов. Это всегда интересно, потому что каждую неделю появляются какие-то новые слухи, что-то где-то замыливается, кто-то что-то опровергает, марки Гурмана, Менчаку и вот эти все наши друзья. И сегодняшний день, и не исключение, 1 августа, собственно, лето уходит, остается всего лишь 30 дней лета. И напомню, что айфоны 14 нам покажут в первой половине сентября, собственно, здесь никаких у меня нет сомнений. И линейка, как вы уже знаете, будет выглядеть следующим образом. Айфон 14, 14 макс, 14 про и 14 про макс. Вообще, видос я хочу начать с некой такой, знаете, фантазии, грустной фантазии. Я хочу вспомнить те времена, когда нам практически ничего не было известно про те устройства, которые нам покажут. Да, было такое время, вы не поверите, например, тот же самый айфон 5, айфон 4s и вот даже, наверное, айфон 6. Но теперь за уже полгода до выхода новых устройств мы уже практически все про них знаем. Какая будет челка, какой не будет челки, какие будут экраны, какие будут возможности из камеры, вот это все. И, вы знаете, сам процесс ожидания устройств становится не таким, каким-то, знаете, не праздничным. Нам показывают, да, мы такие вау, но как бы вау не на 100%, а процентов, не знаю, на 40. То есть, если бы сейчас нам показали что-то такое прямо разрывное, то я бы офигел. Но по факту мы уже, да и не только я, наверное, и вы, ну а по факту мы уже все знаем про новые айфоны. И вот здесь теряется какая-то соль. Ну, все равно, конечно, я не жалуюсь, но было бы здорово, если бы Apple более, как бы, знаете, так скрытно, что ли, разрабатывал свои телефоны, чтобы мы не знали, или, по крайней мере, за неделю хотя бы за месяц стали бы узнавать про то, что нам покажут новых айфонов. А так, мы уже, собственно, в новом, перед новым годом знали, что нам покажут, собственно, в текущей новой линейке айфона 14. Минутка лирики закончена, давайте, собственно, к теме. Айфон 14 мини, вы уже прекрасно знаете, что его не будет. Будет айфон 14, айфон 14 макс. Вот такое подразделение новых айфонов. И 14 про, и 14 про макс. Мой интерес, это, естественно, айфон макс, не про, а именно макс. Ну, скорее всего, он будет точной копией айфона 14. И по железу, и по камере. Единственное различие между ними будет, естественно, это экран. Все равно это будет новое устройство, кто бы чего не говорил, да, потому что, вспомним историю. Айфон 5C, прекрасный, замечательный, в новых цветах, вот этих вот там 5 или 6 цветов, пластиковый корпус, но начинка от айфона 5. Добрый вечер, ничего не напоминает. Да, айфон SE первого поколения, айфон SE второго поколения, айфон SE третьего поколения. Собственно, как-то так. Поэтому, все равно это новое устройство, кто бы что не говорил. Экран 6,7 дюймов, 60 герц, 100% будет именно так. Никаких 120 герц или там 6,8 дюймовый экран, нет. 6,7, 60 герц, OLED, как бы тут и в принципе, что нам еще надо. Я сам сижу на айфоне 12 Pro Max и мне эти 60 герц за глаза не понимаю, зачем нужны эти 120 герц. И я вижу, как кто-то из вас уже начал писать. Ты ничего не понимаешь, 120 герц решает. Я играю в Call of Duty на 120 герцах и моя жизнь просто нереально улучшилась. Ну, ребят, не знаю. Я, с точки зрения обычного пользователя, мне 60 герц вот так вот. Ну, может быть, нужно попользоваться 120 герцами как-то, да, чтобы сформировать свое полное такое впечатление. Ну, не знаю. Вот в iPad, с которой я читаю вот эти все новости, да, в iPad, да, я согласен. Но не во всех iPad'ах, а в iPad'ах 12,9 дюймов, в больших iPad'ах, 120 герц надо. Когда я включаю режим энергосбережения и частота кадров падает до 60 на этом iPad'е, это боль. Мое сердце начинает немного вибрировать от того дискомфорта, который доставляет мне эти 60 герц на большом экране. Поэтому, чем больше экран, наверное, да, тем герцовка важна. А на маленьком экране, 6,7 дюймов, ну, серьезно, я не вижу смысла ставить туда 120 герц. А 15 Bionic, это вообще, конечно, будет очень интересно. Скорее всего, он так и будет. Все-таки хочется всегда получать в новых iPhone'ах свежие процессоры, что бы это ни значило, да. Если мы возьмем iPhone, не знаю, 12 Pro Max'а и 13 Pro Max'а, начнем одновременно что-то на их делать, в произведительности 13 Pro Max'а, ну, не будет шибко сильно отличаться от его предшественника. Поэтому, я не вижу, конечно, большой разницы между этими процессорами. Да, они будут там на 10-15% что-то мощнее. Но, опять же, это не критично с точки зрения пользования какими-то обычными программами. Предыдущие процессоры пловы не превращаются в тыкву. Париться, конечно, насчет этого не надо, что в Max'а версии, в обычном iPhone 14 будет. Предыдущие процессоры, предыдущего поколения, ну, ничего страшного. И так, я могу сказать, что 12 Pro Max вытягивает вообще все без каких-либо проблем. Поэтому поставить процессор от прошлогоднего iPhone'а, конечно, это такое со скрипом будет, наверное, воспринято. Но я уверен, что Apple как-то это обыграет. Скажет, вот он классный такой, прекрасный. Вряд ли они будут говорить, что, вы знаете, сейчас дефицит всего. И как бы мы вот так решили. Ну, опять же, за счет прошлогоднего процессора можно немного удешевить устройство. А вы понимаете, да, что в современном мире цена все-таки решает. 6 гигабайт оперативной памяти, 128, 256 и 512 постоянной памяти. У меня лично все устройства на 128 гигабайт. iPad Pro, iPhone 12 Pro Max на 128 гигов мне хватает прямо за глаза. Вы знаете, мне тут в комментарии написали, 64 много, я на 32 вообще по кайфу живу. Ну, окей, не знаю, 32 гигабайта по мне это прям очень мало. 128 это минимум, потому что у нас есть приложение, у нас есть фотографии. Несмотря ни на какие там облака, все равно это место занимает. У нас есть музыка. Я пользуюсь музыкой исключительно в оффлайне. То есть я ее скачиваю. Поэтому 128 гигабайт мне как бы нужно по-любому. Ну, плюс какие-то там еще фотки, программы хранятся. Поэтому все-таки, да, 256, наверное, была бы в идеале такая золотая середина. Но, и слава богу, что мы перешли с вами на 128, никаких 64 памяти нет. И iPhone, новые версии 14, iPhone 14 Max, да, будет 128, 56, 512 гигабайт. Рассматриваем, конечно же, 256, наверное, минимум. Камера 12 мегапикселей фронталка, 12 мегапикселей задняя камера. Собственно, я не думаю, что там будут какие-то сильно большие различия между камерами iPhone 14, обычным, да, и 14 Max, от iPhone 13. Потому что камера и так классная, Cinematic Bot, вот это все. Я думаю, что камера плюс-минус будет на том же уровне, что и в 13 версии. Ну и аккумулятор 4320 мАч. В Max версии, я думаю, что, опять же, здесь все будет то же самое, что и в том же самом 13 Pro Max. В общем, автономность в iPhone, в принципе, неплохая, да, вот я ругал, тут 12 Pro Max свой. Но с выходом iOS 15.6, вы знаете, прямо заметно, прямо заметно стало поинтереснее. Поэтому автономность iPhone 14, простая вот эта вот линейка 14, 14 Max, я думаю, останется примерно на том же уровне, что и линейка 13-х iPhone. По ценам 900 долларов будет стоить 14 Max, это на 300 баксов дешевле, чем iPhone 14 Pro Max, опять же, исходя из слухов. И вы знаете, 300 баксов переплачивать за какие-то фишки Pro версии, ну, это прям овермонога. И вы знаете, я бы, наверное, прикупил бы лучше AirPods, или бы чуть-чуть добавил, купил бы, не знаю, там Apple Watch или какой-нибудь iPad на эти деньги. Потому что, плюс-минус, мы все пользуемся одинаково. Задайте себе вопрос. Допустим, у вас сейчас, не знаю, iPhone 11, и я вам дам iPhone 13 Pro Max, ваша жизнь как-то улучшится, вы будете пользоваться каким-то другими приложениями? Да нет, вы будете делать все то же самое. Может быть, чуточку быстрее, может быть, чуточку комфортнее, но не на 300 долларов разница однозначно. 14 Pro, вот здесь давайте пофантазируем, опять же, ну, не то, что пофантазируем, просуждаем больше. Дизайн, скорее всего, мы уже с вами видели, это будет не челка, а будет вот эта вот таблеточка и кругляшок. Собственно, таблеточка, какой-то просто вкусный точка, только немножко кастрированный. Господи, что я несу? Я несу людям радость. Короче, дизайн челки будет примерно, вы все знаете какой. Единственное, конечно, у меня есть предположение, что вот эти вот грани будут какого-то из возможных, какого-то более прочного материала, который будет более там ударостойкий, например. Но, опять же, это не факт. Экран останется тоже 120 Гц, OLED, какой-нибудь супер там опять и Gorilla Glass, еще там что-нибудь они вставят. Ну, не Gorilla Glass там, что у нас? Я уж не помню, как технология называется. В общем, ударопрочность прошек может быть чуть-чуть повысится, да, но, опять же, это не спасет, если вы его бросите с высоты, там, не знаю, 180 сантиметров. В общем, по дизайну, я думаю, останется все плюс-минус то же самое, никаких излишек не будут. Возможно, 100%, даже невозможно 100%, добавят новый цвет, какой-нибудь из серии, там, прекрасный фиолетовый, там, я не знаю, да, потому что Pacific Blue, там, какой-нибудь графитовый был, да, в предыдущих версиях. И разбирали сразу эти эксклюзивные новые цвета. Поэтому я не думаю, что iPhone 14 Pro будет исключением. Конечно, добавят цвета, сделают их в дефиците, чтобы, соответственно, сожидать, сделать ажиотаж. Ну, естественно, 14 Pro Max будет точной копией iPhone 14 Pro. Просто с более большим экраном, диагональю. Ну, здесь, я думаю, что Apple пошла все-таки по такому пути, что у нас есть, идет по новому пути. Даже давайте так я скажу. Мы выпускаем iPhone 14 14 Max на предыдущем железе, потому что оно классное, прекрасное. Ну, может быть, что-то добавят, там, типа, из серии, не знаю, там, какую-то новую оперативную память, допустим. И будет флагманское, флагманские смартфоны Pro версии, в которых будет новый процессор, новые камеры, там, и, возможно, какой-то чуть-чуть слегка косметический редизайн. И я думаю, наверное, это будет правильно, да, нежели чем мы будем выпускать все одно и то же. Вы посмотрите, вы посмотрите на линейку 13-х iPhone'ов. Это все одно и то же. И ты уже думаешь, блин, какой мне iPhone купить? 13 mini классный, 13-й мало чем отличается от 13 Pro, ну, всего лишь одной камерой, все, то есть, ну, окей, 120 Гц. Ну, как бы это не такие критичные вещи. А тут вроде как уже, знаете, так, немножко мы разделяем Pro от не Pro. На Pro у нас новое железо, новый дизайн, новые камеры, возможно, там, да. А здесь, в принципе, мы продаем то же самое, что и продавали вам в прошлом году. Поэтому, если хотите немножко быть в теме, в новыми всякими нашими технологиями пользоваться, заплатите нам еще больше бабла. В Pro версиях, естественно, будет немного перекручена, переработана, улучшена камера. Вроде как, говорят, 48 мегапикселей будет сенсор. Вы знаете, тогда должен какой-то быть тектонический сдвиг в плане фоток. iPhone фоткает круто. 12 Pro Max, опять же, пользуюсь, кайфую. Классное устройство, фоткает клево. Но есть у меня вопросы в плане фронталки. Фронталка такая себе, при плохом освещении, ну, как бы, шумов очень много. Ну, есть информация, что в прошках будет 48 мегапиксельная камера перископического типа. Что бы это ни значило. Ну, в отличие от предыдущих камер, новый сенсор будет располагаться внутри смартфона не горизонтально за объективом, а вертикально. За счет этого удастся нарастить количество линз в системе, не увеличивая толщину самой конструкции. Соответственно, ну, 100% фотки будут круче, будут лучше. Все-таки больше технологий можно будет туда запихнуть. Посмотрим. Опять же, всегда интересно, как Apple все это вкусно рассказывает на презентации. А потом мы выкладываем фотку в известную социальную сеть, которая не работает почему-то сейчас из VPN. И у нас плюс-минус все фотки получаются одинаковые. Что снято на iPhone 8, что снято на iPhone 13 Pro Max. Ладно, в общем, здесь как бы мы оставим все это на совести других людей. Посмотрим. Если вы спросите, мое мнение, жду ли я, конечно, жду. Но мне больше интересно все-таки посмотреть, наверное, на Max версию потрогать. Я прекрасно понимаю, что вряд ли она чем-то меня удивит из серии. Я пришел, посмотрел на нее вживую в каком-нибудь магазине. Ну, как бы, блин, и чего? Этот будет тот же самый 13 Pro Max или 12 Pro Max, но только без одной камеры. Да, поэтому, наверное, эффекта вау в большинстве случаев он на вас, на меня не произведет. Но на втором месте, наверное, будет интересно посмотреть, что все-таки добавят в Pro версиях. Там ничего страшного с этим новым процессором, как бы хрен с ним, вы нас не удивите. Просто покажите, какие фишки будут заметно отличать Pro от не Pro. Потому что сейчас, ну, не вижу я какой-то большой разницы переходить, знаете, там с обычного 12 iPhone на 12 Pro. Или с 13 на 13 Pro там, да. Диагональ решает. То есть, я не хочу больше переходить на маленькие телефоны. Относительно маленькие. Ну, типа, с 12 Pro Max переходить там на 13 просто, да. Ну, как бы, не знаю. Мне хочется все-таки большего экрана. А вообще, опять же, сидишь тут рассуждаешь и думаешь, блин, вроде все уже знаешь и уже не так сильно ждешь. Вы знаете, я больше даже жду iOS 16, чтобы поюзать все это, потыркать, как-то попользоваться. Потому что оно выходит, и ты сразу пользуешься. А выходят новые iPhone. Во-первых, неизвестно, будут ли они в РФ продаваться сразу же на старте. Ну, понятно, серые магазины подсуетятся. Все это будет. Но, как бы, хочется прийти в какой-то большой ритейл и под... А, хотя, извините, у нас же параллельный импорт будет налажен. Ну, окей. Тогда, как бы, придем, сразу посмотрим все это. Хотелось бы что-то новое такое, знаете, получить от новых iPhone, какие-то новые впечатления. Может быть, действительно нам Apple это что-то даст, что-то покажет, скажет какой-нибудь, смотрите, какой у нас теперь классный iPhone. И все такие, ого, ничего себе. И в конце видео хотелось бы еще раз вас всех поблагодарить, потому что у нас уже 5000 на канале. Дальше будет только лучше, дальше только будет больше, как я всегда говорю. И спасибо каждому, кто смотрит мои видосы, кто поддерживает, пишет положительный комментарий, пишет отрицательный комментарий. Это не важно. Пишите, пожалуйста. Ваш звонок очень важен для нас. Я бы с вами прощаться дальше больше. Здоровья вам всем желаю. И рассуждайте правильно, принимайте правильные решения. Пока.